Итак, разобрались немножко? ЦМ8, не будем вдаваться в подробности, нас интересует, в общем-то, этот период с точки зрения того, что исполняется обетование, да, дается закон, да, потомки Авраама, согласно этого пророчества, которое мы читаем в 15 главе, покидают землю, вступают в завет, получают закон, да, вместе с законом они получают место поклонения и способ поклонения. Земля, народ, закон, место и способ поклонения. Все понятно? Всевышний вступает во взаимоотношения с человеком как с частью народа. Понятно, да? Поэтому вопросы есть? Поэтому вопросы есть? в этом же, в этом же периоде мы получаем обетование нового завета. в этом же периоде мы получаем обетование нового завета. Самое известное место – это Иеремия 31 глава, 31-34 стих. Он говорит о завете, который будет заключен в будущем. Новый завет – это был нормальная вещь в понимании историческом. Первый завет, который был какой? Новый? Новый? Новый. Потом за этим заветом наступает какой завет? Авраама. И завет Авраама является каким по отношению к завету? Новым. Новым. Наступает завет Синая. Завет Синая по отношению к Аврааму является каким заветом? Новым. И дальше говорится о том, что будет еще один новый завет. Никаких проблем в этом нет. Понятно, да? То есть мы видим заключение ряда заветов. Ряда заветов. Другой момент, что одни заветы вбирали в другие в себя, и у нас была тема, в которой мы разбирали тему заветов. Смотрите ее более внимательно. Но то, что нас интересовало в этот период, мы получаем обетование Нового Завета. Далее мы видим исполнение пророчеств и наступление таки до Нового Завета. Да? И в этот период мы видим, что он созидает новый народ. Из двух создавая в себе самого одного нового человека. И вы некогда не народ стали тем народом, как написано в пророке Осень. Написано такое. Послание к римлянам ссылается на пророка Осень и говорит. Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. Так же, как и в период действия Синайского Закона. Было определено место поклонения. Было определено место поклонения. И способ поклонения. Итак, в том завете было определено место поклонения. И способ поклонения. Да, да, мы говорили, а в этом завете? Тоже. Тоже. Какое место поклонения? На всяком месте. Смотрите разницу. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Понятно, да? Определено место поклонения, способ поклонения, и дан новый закон. Новый закон, посредством которого созидается новый народ. Понятно, нет? Параллели понятны или нет? Народ, закон, место и способ поклонения. Тогда были достаточно четко определенные, и сейчас тоже достаточно четко определенные. Чуть-чуть изменились. Понятно, да? Поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. На всяком месте. Дан новый закон. Причем пророчество о новом законе дано где? В Танахе. Да? Мы все поем песню «Ист Сиона выйдет Тора». И Слово Божье. Подождите, это из Сиона или из Сиона? Сиона. Из Сиона. Оказывается, из Сиона. Так, можешь было сказать. Подождите и подождите. Уже все давно получено. Но Исаия пророчествует о том, что из Сиона выйдет Тора. Маше получает откровение о том, что воздвигну пророка такого же, как и ты. Были пророки такие же, как Маше? Были пророки такие же, как Маше? В чем, извините, в чем уникальное служение Маше? Спасибо. Мы будем друг другу задавать вопросы и на них отвечать. Спасибо большое. Я знаю, что вы знаете правильный ответ, и, наверное, поэтому вы декан. Итак, не было пророка, который бы принес закон, кроме Маше и Иешуа. Он принес закон, и он принес новый завет. Понятно, да? В нем исполнилось обетование и пророчество, которое получил Маше. И последствия этого пророчества тоже исполнены в нашем народе, который не послушался слов того пророка. Понятно, да? Потому что было написано, что будут некоторые последствия у тех, кто не примет этого пророка. Такого же, как Маше. Потому что он будет говорить слова свои или того, кто его послал. Понятно, да? Итак, мы видим новый период. И как в том периоде, о котором мы говорим, Синайский завет, да, были регламентированы материальные отношения между Богом и человеком, точно так же были регламентированы и в Новом Завете. И мы будем смотреть чуть позже, каким образом это все произошло. Итак, мы видим три периода, когда Всевышний вступает во взаимоотношения с человеком ради человека. Мы видим второй период, когда Всевышний вступает с народом во взаимоотношениях через представителей народа. И теперь, с наступлением этого периода, Бог воспринимает человека как представителя этого народа. Да? И в Новом Завете, в Бритханыша, скажите мне, пожалуйста, Бог вступает с человеком как представителем народа в взаимоотношениях? В отношении частью народа, представителем народа Божьего. Но это уже не ограничивается рамками только евреев. В общем-то, как не ограничивалось это и до тех пор. Потому что тот человек, который готов был принять Бога Авраама, Ицхака и Иакова и евреев своим народом, становился частью народа Божьего. Точно так же в Бритханыша происходит то же самое. Понятно, да? Бог вступает с нами во взаимоотношения ради нас и ради народа. Одно из очень неприятных заблуждений, достаточно часто встречающихся, когда люди воспринимают только ту часть взаимоотношения с Богом, которые касаются лично истины. В этом плане отсутствует понятие народного самосознания, которое присутствовало у евреев. О чем идет речь? Писание говорит о язычниках, вы некогда не народ. Вы некогда не народ. Скажите, пожалуйста, если люди некогда не народ, они при этом могли иметь народное самосознание? Вы же не были народа. С точки зрения Писания, обращенное ко всем остальным народам, кроме евреев, Бог говорит, вы некогда не народ. А ныне народ Божий. То есть, когда-то вы ими не были, а теперь вы ими стали. Вот тогда, когда вы ими не были, у вас было это понимание? Нет. Посмотрите на историю Израиля. Молитвы, которые касаются человека, они касаются всего народа. Посмотрите в Сидуре. Это личные молитвы, сосредоточенные на личности или сосредоточенные на народе. И человек воспринимал себя, человек воспринимал как часть народа. Евреи на протяжении достаточно длительного времени хорошо поняли одну вещь, что они являются представителями народа. Потому что их гнали как народа. Богатых и бедных, образованных и не очень. Понятно. Старых и молодых. Их вычисляли как представителей народа и, соответственно, гнали. Щебили. Ну, можно найти еще ряд описателей этого процесса, который был в истории нашего народа. И были идеи, ассимиляции, были различные идеи, как перестать быть евреями. И тогда некоторые, в частности, дедушка Гитлер выяснял там до четвертого колена. То есть нас все равно находили. Формирует это, ну, народное сознание? Формирует. Достаточно хорошо. Мы в курсе дела, как это все происходило на протяжении всей истории. И нам, в общем-то, нигде не давали забывать, что мы представители народа. И причем, ну, как бы, евреи уже являются частью народа и получают отношение к себе как к народу. Понятно, о чем я говорю? В общем-то, части людей имели такое переживание там. Некоторые народы имели такие переживания, но они не имели на протяжении такого периода, в общем-то, и везде, и всегда. Понятно, о чем я говорю? И поэтому Писание говорит, вы некогда не народ. Если некогда не народ, то народное самосознание присутствует? Народное отождествление присутствует? Ну, все это должно присутствовать, но это должно культивироваться уже в христианах сознательно. Понятно, да? И, к сожалению, очень часто мы сосредоточены во взаимоотношениях с Творцом на себе любимом, не отождествляя себя с народом. Плохо понимаем Писание, потому что, ну, в общем-то, придут времена, когда другие будут хорошо отождествлять нас с народом. Понятно, да? Придут времена, когда нам просто напомнят о том, что мы народ его. Понятно, да? И кто-то другой поможет нам отождествиться или отказаться от этого отождествления. Понятно, да, о чем я говорю? Евреям тяжелее, тяжелее в этом плане будет христианам легче, но те, кто откажется, тех будет очень жалко. Понятно, да? Понятно теперь, что такое народное самосознание? В Новом Завете, как это ни странно, Бог смотрит на каждого верующего, как на представительство его народа. И мы, как верующие, представляем его народ. Понятно, параллели все понятны? Итак, если описание всех трех периодов понятны, все параллели понятны, теперь мы приступаем к части, которая называется расставание. А расставание вполне понятно с материальными вещами. Это то, что нас, в общем-то, интересует. Итак, естественно ли для человека расставаться с чем-то, не получая ничего взамен? Что очень-очень? Расставаться, я понимаю, что тяжело. Неестественно, да? Для всех неестественно здесь? Естественно. Приходите в магазин, отдаете деньги и уходите. Все равно. Не, с тем, что не нужно, понятно. Не, неестественно. С чем-то тем, что не нужно, нормально, да? А вот с деньгами неестественно. Итак, задам вопрос еще раз. Я ж хитрый. Вы поняли, что я хитрый, да? Где-то даже коварный. Задам вопрос еще раз. Естественно, ли для человека расставаться с материальным, товароматериальными ценностями, не получая ничего взамен? Противоестественно. Уверен? Ну, на самом деле, вы как раз живете с точностью тут наоборот. есть вещи, которые называются отношения, когда это нормально. Например, когда мы идем к кому-то на день рождения, мы расстаемся с товароматериальными ценностями? там будет торта. То есть, если там не будет торта, вы не подарите подарок. Он не подарит. Тут компания вся нормально собралась. Итак, есть часть, когда мы расстаемся с тем, что нам дорого, как часть взаимоотношений. мне хорошо. Мне хорошо. Вы знаете, почему? У меня день рождения в январе. тогда все нормально. Ты в начале года можешь проверить, кто тебе какие подарки подарил, и уже, соответственно, это мы. Итак, есть часть расставания, которая называется отношения. И причем не всегда взаимоотношения, иногда отношения. Просто наши дары показывают на наши отношения. Мы уважаем кого-то, мы кого-то любим, мы кого-то почитаем, и в этом случае мы расстаемся с тем, что нам самим нужно, нам дорого. Мы расстаемся со всем этим, показывая, что наше отношение. И другими словами, дары или подарки они умеют что делать? Гавы. Точно так же принятие или отвержение даров тоже многое может сказать тому, кто дарит. Это рассказ, это такой разговор. Молодой парень решил подарить девушке цветы, а она их не взяла. она ему что-то сказала? Если она взяла, это еще неизвестно, что она этим сказала. Но если не взяла, уже понятно, что она говорит. Понятно, да, о чем я говорю? Вы хотите примириться, вы идете с чем? с подарком, с тортом. Отлично. И вас не принимают с вашим тортом. Это уже следующий шаг. Это уже не разговор, это какой-то крик получается. Итак, вас не принимают. Вам это что-то говорит? Да, то есть принятие даров или отвержений является неким разговором, некими взаимоотношениями. И по идее, чем ценнее дар для дарящего, тем больше он должен сказать тому, кому его приносят. Здесь все расставлены точки над и все понятно. Теперь мы приступаем к ужасной вещи. Псалом 23. Псалом 23. Стих 1. Что написано? Отлично. 49. Псалом 12. Стих 1. Стих 1. Стих 1. Стих 1. 4. 5. Так, это что-то не то. Кто предварил меня? Я мог ошибиться. Итак, что мы видим? Все, что на земле, принадлежит кому? Кто-то ему наперед может что-то дать, чего он наперед не получил от него? Нет. А он заодно спрашивает, пью ли я кровь кельцов и коглов? Есть ли он их мясо? Пьет ли он их кровь? Если мы начинаем рассуждать над дарами, мы попадаем в очень сложное положение, а именно, когда вы идете на день рождения, у вас есть некий процесс, вы размышляете над тем, что подарить. Ни у кого не вызывает никогда это за затруднение? Вызывает. У меня это всегда вызывает затруднение, я всегда это все поручаю своей жене. Она помощница? Вот она должна и помогать. То есть для нас это иногда проблема. Мы размышляем. Мы идем в какой-то там магазин, торговый центр, на базар, ну неважно, куда мы идем, да, и мы ходим и размышляем над тем, что мы можем подарить. Мы думаем, мы тратим время, и в конечном итоге потом мы еще тратим деньги. Некоторые со слезами на глазах. Ну, тратим. Потом мы приходим к человеку, у которого день рождения. И он говорит, положи там в уголке, там такого уже много сложного. Как ощущение? Да? Я был тем человеком, который такое говорил. Я был маленьким. И тогда, вы знаете, дни рождения праздновали не так, как сейчас там, а дни рождения праздновали совсем по-другому. Приходили знакомые, родственники, сослуживцы, родители, и у них был день рождения. Мое. Ну, поскольку все приходили ко мне на день рождения, то подарки мне, а все остальное как бы уже без меня. Ну, и тогда же, в общем-то, я родился в Советском Союзе. Тогда не все было так, как сейчас, с игрушками детскими. И все же хотели, ну, подарить мне, понятно, что-то хорошее, новое такое, оригинальное. И в тот год оригинальное было немецкая модель склейки Ан-24. Которое мне подарил папа. На второй я промолчал. Но на третий я сказал, спасибо, у меня такая уже есть. Я вообще надеялся, что мне подарят что-то другое вместо этого. То есть у меня был какой-то такой коварный план, что если человек поймет, что у меня это есть, и мне это не надо, он мне что-то другое даст. Но получил я все равно эту же модельку. Папа меня отвел в сторону и сказал, что не надо больше никому из гостей, а их было еще несколько. Говорить того, что я сказал этому. Что он потом решит эту проблему. Ну, что мне подарили таких много. Я вот, ну, всем смешно, да? А представляете, как тому мужику, которому я это сказал. А мы на самом деле находимся на месте вот того парня, которому говорят спасибо, положи вот туда, там такого уже много лежит. Ему от нас, извините, у него, простите, все есть. Мы не можем ему принести и дать, сказать, вот, у тебя такого еще нет. Он говорит, мало того, что оно у меня есть, так вот это я тебе дал. А некоторые думают, что они пришли вот с тем, что они прежде получили от него, к нему, а он им еще за это должен. Ага. Я не возражаю. У вас вообще нет? Хорошо. Давайте не будем говорить, как и где кто проповедовал. Давайте будем смотреть просто на некоторые вещи, как мы себе их представляем. Послушайте. До сегодняшнего дня, даже если у вас никто не проповедовал на эту тему, как это ни странно, есть некое ощущение, что он вам должен. И вы ожидаете за то, что вы ему, то он вам. Как-то такое гнетущее молчание, полуулыбки. Никто не хочет сознаваться. Ну и сказать, что это не так, тоже не хватает сил. Да. Вспоминаем предыдущие заветы. А что в них было? А, наши личные. Итак, о чем я хочу сказать? На самом деле, ситуация патовая. Когда ты начинаешь над эту тему размышлять, что ты приходишь к тому, у кого все есть, и который тебе все равно все дал, с чем ты пришел к нему же, то возникает вопрос, а зачем ему это все надо? И когда ты начинаешь понимать, что ему это не очень надо, то вот идея приходить и приносить то, что ему не надо, и ожидать, что тебе же за это что-то будет, как-то выглядит весьма сомнительно. Да? Понятно, о чем я говорю? То есть, если вы приходите к человеку, который вам дал тысячу рублей, приходите к нему и даете ему десять, ожидая, что он сильно обрадуется, и вам даст еще тысячу, за то, что вы ему именно десять, по-моему, это похоже на легкий бред. Понятно, да? В общем-то, некоторые находят для себя основание, читая пророка Малахи. Да. Вот это как раз там. Испытайте. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме было пища, и хотя бы в этом испытайте, говорит Господь Бог. «Не открою ли я для вас отверстия небесных, и не зелью ли для вас благословения до избытка?» Тут написано, что можно так его испытывать, прикидать ему, а он в ответ что сделает? Откроет. Меня просто интересует. Он прошел испытание, если он открыл? И можно через неделю опять его испытать? Согласен? И так каждую неделю. А что бы не испытывать его именно каждую неделю? Откроет или нет? Мы периодически играем с ним в лотерею или в рулетку. Знаете, это принцип очень простой. Люди покупают лотерейный билет, они платят немного денег, чтобы получить. Ну, в рулетку играют точно так же. Ставят немного, чтобы выиграть. Так и мы. Приходим, даем ему немножко и смотрим. А ну! Работает! Молодец! Через неделю жди. Я опять тебя приду и испытаю. Смотри, ты там на месте, все будет хорошо. Если тебя нету, ну понятно, что ничего не получу. Но если ты на месте, так у меня же будет. Возвращаемся к тексту. А текст был не совсем приятный. Седьмого стиха я бы читал. Со дней отцов ваших вы отступили от устава Мехи, не соблюдайте их. Кому вообще Бог обращается в данном месте Писания? К отступникам. Причем к отступникам таким, ну, со дней отцов. То есть уже давно. То есть они уже это сделали, ну, со дней отцов. Судя по всему, и отцы были. Со дней отцов вы уже, собственно говоря, покинули меня. И он обращается и говорит, обратитесь ко мне. И я обращусь к вам, говорит Господь Савову. Вы скажете, как нам обратиться? Пророк, как бы разговаривая с отступниками, задавая вопросы от их лица Богу, дает ответы на эти вопросы? Говорит, вы скажете, как нам обратиться? Другими словами, вы придете ко мне и спросите, чего нам делать? И тогда Всевышний скажет вам, начните делать вот это. Вот это начните делать. Вот это начните делать хотя бы в этом, хотя бы, хотя бы в этом. Что сделаете? Испытание. Он говорит к людям, которые находились где? Они для начала находились в завете, от которого они отступили. Первое, что они были, они родились в завет. Они родились в завет. Они были в завете. И они отступили от этого завета. И он говорит, послушайте, вернитесь. Куда? В завет. И говорит, как первый шаг на пути построения взаимоотношений, что сделаете? Испытание. Но после того, как вы испытаете, можете ли вы испытывать Творца всю оставшуюся жизнь? Выглядит смешно. Понятно? Выглядит смешно. Потому что, если вы испытаете и будете иметь с ним взаимоотношения, вам не нужно будет его уже... вы будете иметь взаимоотношения. Вы будете иметь понятные для вас отношения. Вам не нужно будет испытывать, есть он или его нет. Поэтому у меня с трудом корреспондируется в голове, когда это слово звучит к верующим Нового Завета. Они же вроде верующие, Нового Завета. Они же не отступники. Они же уже имеют что? Завет и отношения со Творцом. И зачем же им при всем этом что делать? Испытывать. Понятно, да? Есть разница? То есть идея понятна. и, в общем-то, по большому счету, очень приятная для человека. Прийти к тому, у кого есть много, дать ему немного, чтобы получить. Да так каждый день. Дать чуть-чуть, чтобы получить больше. Вот с этого можно начинать просто день свой. Дал 10, чтобы получить 100. Ну, хотя бы в 10 раз. Я не говорю 30. Кто бы из вас не согласился, каждое утро именно давать 100 и получать 1000? Есть такие? Да? Есть? Познакомьте меня. Я приду к такому человеку, и каждое утро буду давать ему, чтобы он давал. Понятно, о чем я говорю? Но почему-то мы имеем иногда такую идею у себя в голове, что мы можем прийти к нему, дать ему чуть-чуть, а он нам обязан дать в ответ больше. 360 и во 100 это отлично. Это, по-моему, вышел в сеятель, слово сеять. Там другое сеяли. У нас с вами получается иногда как в сказке про золотой ключик. Только это поле находилось в стране дураков. Иногда мы похожи на таких, которые сажаем золотые. Только надо помнить, что с ними сделали Лиса Алиса и Кот Базилио. Тех, кто проповедует на эту тему, они их и выкапывают. В общем-то, они начинают сразу преуспевать. Лиса Алиса и Кот Базилио после того, как они рассказали обороти на сказку, сразу начали преуспевать. Он посеял, они тут же что сделали? Пожали. Вот те, кто проповедуют, они тут же и жнут. Потому что они объясняют, куда надо сеять. Точнее, в кого. И после того, как вы им поверили и посеяли, они сразу начинают преуспевать. У них тут же наступает урожай с посеянного. Расти главное, ничего не надо, поливать уже нет. Но, правда, Буракина пытался, по-моему, поливать. Ничего не выросло. Понятно, о чем я говорю? О материальной стороне вопроса понятно? Отчасти эта штука называется «Я-выщество». Я-выщество. Эта вещь называется я-вщество. И сейчас мы будем видеть с вами о том, как эта история вся началась. Открываем четвертую главу книги «Бытия» и смотрим в самое начало, как эта вся идея начиналась. Мы начнем с третьего стиха. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. У многих людей, если вы спросите их, кому эта светлая мысль пришла в голову вообще принести дары Богу, они вам сразу ответят, что это придумал? Кто? Авель. Ну, понятно. Кто был из двоих братьев хорошим? Авель. А кто был плохим? Каин. Ну, все нормально. И поскольку Авель был хорошим, а Каин был не очень, то идея, хорошая, правильная идея могла к кому прийти в голову? Авелю, конечно. Но на самом деле, что написано, кому пришла идея в голову? Каину. Идея хорошая, но пришла в голову не тому, о котором мы подумали. Итак, ключевое слово спустя некоторое время. Что-то произошло в жизни людей, после чего Каину пришла идея в голову. Принести что? дары. Ну, нужно сказать, Авель не возражал против этого, также принес от первородных своего и от только их. Вопрос, почему Бог дар одного брата принял, а второго, собственно говоря, нет? я помогу вам с ответом. Хотите, да? Ну, вы же все члены еврейской мессианской общины, значит, должны по идее знать закон. Должны по идее знать закон. По идее, да? если вы должны по идее знать закон, тогда я вам помогу. Итак, один брат принес от чего? от плодов земли, а второй принес от от не просто от скота, от первородного и от тука. Тук это что? Считается самой хорошей частью. То есть, он принес от самого лучшего и от самого лучшего самую лучшую часть. А о втором даре вообще что-то говорится? не говорится о том, что он принес первую репродукцию или вторую репродукцию. Да? Элитное зерно он принес просто зерно. Просто от плодов земли. Не написано, что он принес от первых плодов земли. Не написано? То есть, не лучшее, а просто от плодов плодов. Итак, мы расстаемся с вами ненадолго, на пять минут. И, пожалуйста, обсудите, почему же дар первого был не принят, а дар второго был как раз принят. Пять минут на размышлениях. земли. Редактор субтитров